Всегда есть еще, кроме физических величин, имеющих размерность, есть еще коэффициенты, которые безразмерны. И вот этот метод, вот напрямую, принципиально не позволяет получить этот коэффициент. Но сами зависимости получить удается. Для где-то больше половины задач можно решить вот этим методом, встречающихся на практике. Поэтому это откровенно говорится ученикам, что вот этот метод имеет вот такое-то ограничение. Но эти коэффициенты можно получить, вот если можно, а уже все пошло, ну правильно. Можно получить, вот помните, там был ромбик такой, сравнение с экспериментальными данными или с решениями другими методами. И вот когда у нас есть хотя бы одна точка экспериментальных данных, то этот коэффициент находится из этих экспериментальных данных. И таким образом вот этот недостаток на практике решается, устраняется за счет экспериментальных данных. Так, еще если есть вопросы. Да, ну давайте, так, ну кратенько, да? Еще есть кратенько. Если в нашем случае для некоторых задач этих экспериментальных данных могут быть найдены даже самими школьниками. Например, для задачи расхода через плотину, там достаточно выливать воду в пакет из-под сока или молока и мерить высоту, тогда находится недостающий коэффициент. А также для скорости распространения фронтокристаллизации, который можно определить, засняв кристаллизацию в обычной пластиковой бутылке. Конечно, конечно, новый самый экспериментарий получить или решить задачу другим классическим методом. Да, хорошо, спасибо. Так, теперь у нас следующий доклад. Я еще раз обращаю ваше внимание, что давайте постараемся укладываться в 10 минут. У нас впереди 7 часов, мне кажется, очень интересное мероприятие будет, связь с ЦЕРНом, центральной физической аудиторией. Конечно, хотелось бы посмотреть, как будет происходить. Так, Алла Александровна Осипова. Здравствуйте, я учитель информатики, представляла в городе Казань, средняя общая дозародная школа, номер 22. Современное образование ставит перед учащимся задачу выводки умения анализировать полученное на уроках знания, применять их новую ситуацию. Школьники должны учиться иметь знания полученных уроках одного предмета, например, физики, при учении добрых тем, при выполнении заданий другого предмета, например, информатики. Интеграция вопросов церковь и учебных дисциплин и объединение в этом задании знаний из разных областей является реализацией межпредметных связей в обучении. Следующий вопрос. Задание объяснить, почему нельзя использовать в этих двух случаях одну и ту же модель. Когда и каким образом пользователь, работающий с компьютером, должен учесть различия этих моделей. Как же ответить на этот вопрос? Смешение, наложение гонок и смешивание красок – это разные процессы. В каждый момент времени все три луча – красный, синий, зеленый – фокусируются на экране монитора метрового участка, который имеет форму квадрата пикселей. Эти экран получаются разбитым на квадрат. По открытию метона всеми любимый нам белый цвет – это на самом деле не существует. Это смесь световых волн разной длины, вызывающая у нас ощущение белого цвета. Можно это проверить, посмотрев на белый восьминитур через сильную лобку. Если смешивать световые волн в разных сочетаниях, то возникает ощущение тех или иных цветов. А если же смешать краски, красный, синий и зеленый цветок, то белый цвет получить не удастся. Поэтому для принтера белый цвет – это отсутствие всяких цветов. И пользователю надо об этом знать. Под обратный монитор один цвет надо преобразовать при выводе на печать, при качественном изображении другой модель, чтобы не было изменений. При изучении темы «Виды памяти и принтер хранения информации» ученики решают задачу на определение тех видов носителей информации, которые существовали до, раньше или современных средствах хранения информации. Имеется задача на способ запись информации. Мы предположим, в головке чтения записи лицом магнит, находящийся в везде поверхности пластины, открытый сглой магнитным материалом. Подавая им все только в головку чтения записи, можно в виде чтения записи. Так, следующий. И также задача на способ исчезновения информации с носителей информации. Пару, поскольку в обычный участок носителей возглавляетесь, работают в любую службу. Следующий. При изучении темы строя графиках, функция Excel, при построении гипербола, говорю о применении гипербола. Зеркала, имеющие в течении форму гипербола, используются в телескопах, в качестве отражателей карманов, ноги и дожектора. Гиперболический верх蒙 départ имеет форму гипербола, получу gehört превращения гипербола. В рамане ползкому гиперболу, инженера галевны, используется именно такой гиперболу. Следующий. А превращение гипербола вокруг немодейства получается однополосной гиперболу. Используешься対 카�мазовым гуловой гипербола. Используюсь использованием русским инженером Шуховом, на строительстве предостанции Москве, в вашем шоу. При изучении системы исчисления устройства компьютера, основы логики, необходимо осознание учащенности факта работы компьютера с информацией представленной двоечной системе исчисления. С технической точки зрения, чем меньше различных сигналов схемы, тем больше. Почему? Существенное преимущественно является то, что имеются лишь два знака, что позволяет использовать их для представления двух различных состояний. Есть сигнал, нет сигнала. И при объяснении цикла можно электрический ток, а потом ток и жидкости или газа. И рассмотреть, если часто рассматривается логическая функция инверта, не когда на вход подается 0, на выходе единичка, или же управляющий давление 1 и на выходе 0. Следующий. В науке и промышленности производительности определенных компьютеров не хватает. Нужны ЛВМ гораздо больше производительности, так называемые суперкомпьютеры или супер-ЛВМ. Производительность компьютеров измеряется в Ахлопсах. Количество операций на дробными честными пополняемых секунды. Будет зависеть и измерение. Следующий. В марте месяце на съемочной информатике на пленарном докладе ректора университета были озвучены следующие данные. Пикло-пигодистка компьютера Ломоносов 510 тараклопс. Суперкомпьютера Чебышев 60 тараклопс. И другого компьютера 28 тараклопс. А сегодня мы услышали с вами уже следующую единицу. Это петоклопс. Также доклады ректоры. Мы уже услышали, что университет подошел к следующей измерении от 2,5 петоклопс. Следующий. Про следующую единицу измерения взятых рост рассуждают сегодня в основном ученые. Скептики и экономисты вымышляют о том, кто будет готов платить за такие компьютеры. А пессимисты-физики вымышляют о том, не запрещая, что известные физические законы создать впечатлительные устройства, подобные громадной производительности. И на русском языке мало публикации на данные силы. Это статья в журнале «Компьютера» «Знание и сила» и перевод на русский язык в журнал «В мире науки». В сентябре 1985 года. Шарль Менне и Рольфо Вандауэр. Лические пределы числений. Следующий. Один из изобретателей ЭВМ, Джон Клод Нейман, обдумывая принципы работы ЭВМ, поставил вопрос, сколько энергии потребляет шаг компьютерных, каждый шаг от всех вычислений. И он был уверен, что каждый вентарный шаг, вычислений от дороги требует затрат сполового кванта энергии. Им затрат энергии, где используется фронтанта Вольцина и абсолютно инспиратуре физического устройства, полная же вычислений. И при конкуренте инспиратуре он прочитал, что энергия 3 на 10 на 12 степени ватт. Следующий. В 1972 году в компании АВМ Шарль Менне показала следующее. Цену усложнений конструкции вычислительного устройства может добиться того, что правильному вычислению энергетические затраты на любой промежуточный этап от авандации близки к нему. И энергии придется потратить лишь на запись результатов памяти компьютера. Этот подход не забывает обратить в вычислении. И в последние годы они стали согласны не только теоретики, но и компьютерные инспиратуры. Следующий. Если бы удалось изготовить при компьютерах затопоксного класса, в кодирове каждой вид информации, стояя одного админа, работающего в принципе воносы и впечатлений, при комплексе прототиста в кратстве Кельмена, и записывающий 64 вид на реальный результат каждой энергетической операции памяти, то, согласно программе Леондауэра, теоретически негативная осень мощности, которую попросила, стояла бы 300 Ватт. И если практически осень может была бы 25-ти выше, то и тонически осень может была бы 30 кВатт. Следующий. И если предположить, что затопоксный компьютер будет, с которым вы используете сегодня необратимые логики, в этом случае энергия будет тень спидала, что уже очень большая величина. И если предположить, что практически осень мощности на два порядка выше, то получится, что путь, когда экономические и физические приемлемые затопоксные, могут открыть только в новой технологии, на тему на максимальном понижении энергопотребления. Обратимые числения, одноэлектронное переключательное устройство, диэлектронное предсторонение обратной информации, квантовые числения, замечательные компьютеры в космосе, и на телевидении 21 век, который будет в свои данные результаты. Но с этим я знакомлюсь, что это уже будущее, процесс компьютерной техники. Спасибо за внимание. Так, вопросы, пожалуйста. Да, есть вопросы, да, пожалуйста. Есть, в физике у самого, у меня есть такое предложение, вы знаете, есть такая хорошая задачка, очень интересная, с информатикой связанная. Сколько, значит, исход информации умещается на одном миллиметре дорожки компьютерного действия. Вот, значит, она решается интересными дефракционными способами. То есть, если в отраженном, мы что-то с детьми делали, вообще, это очень шикарная задачка для информатиков и физиков. Потому что по дефракции в отраженном свете, по расположению максимума этой решетки, полученной отраженной отраженной отражательной, нужно рассчитать размер неровности, а, соответственно, расстояние между дорожками. И отсюда, соответственно, нужно считать, учитывая, что радиус меняется, да, как-то сам концерт, длину всей вот этой дорожки записанной. И потом, соответственно, сколько на одном миллиметре перемещается информацией, зная ее в институте диска. Спасибо. Вообще шикарная задачка. Хорошо. Спасибо. Да, подписываем? Нет, да? Ладно, спасибо большое. Спасибо. Так, следующий доклад. У нас Кузнецова Елена Абвердовна. Проблемная полиописка в системе интеграции учебных предметов естественно-научного и гуманитарного церкви. Спасибо. Всем добрый вечер. Я из Республики Калиния, в городе Заводск. Муниципальное общественное учреждение «Лежаевские лицы». Тема, когда мы, по-моему, их на экране очень хорошо. Я не буду изучать. Ну, Муниципальное общественное учреждение «Лежаевские лицы» является экспериментальной площадкой для модели художественной школы. С 2007 года мы работаем по этой модели. Автор этой концепции является доктор философских наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Керсона Алиса Кутурна-Валинская. Она приезжала к нам в Петербург, и мы приезжали в Петербург несколько раз. Цель модели художественной школы, которую сформулировала Алиса Петровна, и дальше будут задачи, которые мы поставили перед собой. И вот на разработку задачи я бы хотела остановиться. Разработать методический подход как способ объединения предметов и методик, и разработать различные формы доведения уроков. Метаметодические занятия называются у Алисы Петровны эти уроки. Мы попроще называем инновационные уроки, те, которые разработаны были в нашем бюджетском лицее. Вот они перечислены. Примеры некоторых из них я хочу вам рассказать. Те, где я принимал участие в Москве и в Санкт-Петербурге. Это урок «Разио-биловая жизнь и трагедия». И урок «Не будем напоминать знания» из истории русской миграции. Сами уроки построены в корне творческих мастерских, или педагогических мастерских, или французских мастерских, или французских, или французских, или французских мастерских. И начинается все с индуктора. Индуктор в педагогическом мастерском, то есть это очень трудно подобрать в каждую уроку. На каждом уроке это разные индукторы. Вот здесь эта песня «Улада Худшава», потому что я сама исполняю, подбираю, я начинаю «Улада Худшава», и его творчество хватает пока еще и все уроки. Потом идет работа со словом. Обязательная часть учительной мастерской. В данном уроке «Улада Худшава», «Человек», «Родина и память». Учащиеся пишут свои ассоциации с этими словами, а потом налождаются в короме «СВ», некоторые пишут стихи, и некоторые получаются даже очень хорошо. После этого у каждой мастерской есть… Ну, я стараюсь подобрать эпиграф данной мастерской, эти слова «Учерского». 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 И потом идет непосредственно мастерская, которая начинается с дерева. А дерево начинается с корней, и оборудование у нас летается Россия. А потом из России вышла русская открытия первого поколения. И на основе этого рождаются… в данной мастерской пять всего веток. Дальше на экране полициируются те люди, о которых хотелось бы поговорить. Это мастер, то есть организатор мастерской выбирает, а учащиеся разбиты предоставлены на пять групп. И каждая группа выбирает, про кого она хотела бы рассказывать. Если это художники, то… Марк Шакал. Если это композиторы, то они выбирают композитора. Если это ученые, то они выбирают ученого. Поэт выбирает поэта, философы выбирают философа. И дальше идет работа непосредственно. Учащиеся делают… То есть не так все, а данные в человеке. Ну вот, про Владимира Хабьевича Творогима делал группа. Я привезла то, что делают ученики. Это… то, чем знаменитый Дмитрий Сварыкин и его кинескоп. Дальше Марк Шакал – художник. И его картины. Представлены здесь. Будем представить литературу предмета. И одного порассказывать про Бунина. Остановитесь, пожалуйста. На этом заканчается мастерская. Не будем проживать эти знания. Потому что они слишком хотели делать. Учителя родственного языка и литературы. И в слое кинеки соединились и говорили. Например, Ласовский парад водки, Ласовский парад. Понятно, было. А очень узорокина не было. Секурского не было. Намного не было. Даже все было. Поэтому давайте делать когревируемый урок сразу про всех. Второй урок – это урок братья Мобилова. Это еще фотографии с первого урока. И вот начинается мастерская братья Мобилова «Жизнь трагедия». Тут тоже интересная история. Я была на мастерскую учителя биологии. Она рассказывала исключительно по Сергею Ивановичу Мобилову. И за два часа урока про Николая Мобилова. И за два часа урока ни слова не обмолвалась. И Сергей Иванович. Я подумала, как так говорить об одном братье? Совсем ничего не сказать по другому. И родилась вот эта вот мастерская по братьям Мобилову. Это такая работа со словом. Ее учащиеся пишут в своей ассоциации. И дальше нам представлено вот тут урок. Какие группы работали и что они сделали. Одна группа была историческая история семьи Мобиловых. Вот они братья Мобиловых. Маленькие и большие. Одна группа работала. География. Это история о том, куда Николай Иванович Мобилову ходил на экспедиции, путешествие по всему черному шару. Следующая группа была по биологии, где рассказывалось, что Николай Иванович Мобилов открыл. Одна группа по физике про Сергея Ивановича рассказывала. Это биологические изыскания Николая Ивановича. И последняя группа, самая трудная была и группа общества знания, которая рассказывала, про жизнь там рассказали, братья, а вот по трагедии. Какая случилась трагедия. Почему один брат оказался в тюрьме и погиб от города, а другой зато время был президентом Советской Академии Новости Советского Союза. Вот. Что-то еще. И в конце каждой мастерской обязательно должен быть разрыв. Разрыв тоже очень трудно найти, как виндуктор. Это или песня, это и стихотворение, или словосочетание. Это может быть все что угодно. Для этой мастерской противополы это было стихотворение Великтанского. Каждый выбирает по себе. Ну а потом в конце мастерской рефлексия и все заканчивается. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы есть? Может быть здесь физика не на первом месте, да? Меня задавали этот вопрос. Где здесь физика? Физика здесь не на первом месте. Но это недопредметный подход. И такие уроки, они как праздниками, да? Вода проходят у нас еще. Поэтому это не каждые уроки так. Ну, в общем, мне тоже кажется, совершенно правильно. Не сводить развитие, так сказать, человечества, там, к гуманитарному, например, только, так сказать, аспектам. Или, наоборот, к науке. Ну, конечно, все здорово. Хорошо. Нет вопросов, да? Может быть, не классно. А? Может быть, и на урок, а не классно. Ну, да, вот ведь как праздник, фактически. Ну, наверное, это здорово, да. Спасибо. Так, теперь у нас два доклада. Татьяна Андреевна Глушина и Владимир Иванович Николаев. Это наши коллеги из физического факультета. Ну, те, кто проходили переподготовку, у нас в университете Владимир Иванович Николаев знает очень хорошо. И вот Татьяна Андреевна, соавтор с ним, я думаю, ну, Татьяна Андреевна, два доклада, может быть, покороче, так, чтобы мы успели. Да, у меня будет коротко. Да. И я не буду взливать, у меня два подряд. Подряд, да? Хорошо, ладно. Так, сначала, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я начну с доклада, который называется «Графики в курсе физики. Как учебное средство». Авторы – Бушина и Николаев, недоимые имени Морозова «Физический студия». Современный взгляд на систему образования, как развесное формирование в качестве личности необходимых обществу, немыслим без детального анализа возможных путей достижения этих целей. С этих позиций можно проанализировать роль графики в курсе физики, как в одной из учебных дисциплин. В этой связи представляется целесообразным выделить характерные разновидности случаев использования графики в качестве учебного средства. Сделать это можно по-разному. Так что, сначала надо выразить классификационный признак для такого разделения. Сделать это можно в двух различных вариантов. Итак, сейчас будем обсуждать, каким образом можно использовать богатейшие ресурсы графиков в учении курсе физики. Сначала рассмотрим классификационный признак разновидности учебного средства. Рассмотрим способы. Какими способами можно использовать графики, как учебное средство в курсе физики. Способов множество. Мы сумели выделить 8 и предлагаем их активно использовать в учебном процессе. Первое. График может быть неотъемлемой частью задания. Все мы знаем такие задания. Например, дана амбутудная резонансная кривая и требуется при помощи этой кривой найти резонансовую частоту. График может использоваться в качестве иллюстрации. То есть может быть некая задача, когда график необязателен, но желателен. Например, задача тема классификации пазовых переходов. Можно говорить много слов, а можно показать график о том, как испытывают разрыв в те или иные признаки. График, как средство, показывает взаимосвязь. Это тоже богатейшее средство. Здесь лучше всего использовать серии графиков, построенные друг по другу, для лечений, объединенных каким-то одним сюжетом. Например, вот просмотрим дружины майки и можно построить серию графиков в зависимости координаты от времени, скорости от времени, скорения от времени, потенциальной энергии от времени. Фонетическая энергия от времени, холодная энергия от времени. Можно попробовать с учащимися. Это весьма непростая задача и задача, которая приводит к колоссальным пунктам. График можно использовать как напоминание о уровне модели. Например, когда имеются какие-то экспериментальные точки, и на этой графике показано изотермо базовой газа, допустим, или изотермо идеального газа. Это номинали о уровне модели. График может использоваться в задаче соответствия классификации. Например, из процесса в идеальный газ. График можно использовать как источник дополнительной информации. Например, изображена кривая для какого-то одного значения параметра. Допустим, объять кем-то глубно-резонансная кривая при одном показателе затухания, а рядом с ней пунктирочками рисованы глубно-резонансные кривые при других показателях затухания. График можно использовать как из-за капкана. Можно придумать ряд задач, когда график провоцирует учащиеся делать ошибки. Ну, к примеру, такой задачей может служить такая. Например, данный график в зависимости скорости от времени. Пусть сначала тело двигалось равноускоренно, потом, набрав некоторую скорость, стало двигаться одномерно. Ниже просят построить график в зависимости пути от времени. Можно попробовать половину аудитории, но стоит неправильно. Вот. И график может использоваться в качестве отказа. Когда требуется построить один график, а другой график дан для того, чтобы легче было построить требования. Ну, например, требуется построить график кинетической энергии, а данный график скорости. Так, следующий слайд, пожалуйста. В речне примеров становится существенной энергии, если выбрать другой классификационный признак – содержание задания. О чём задание? Что представляет собой задание? Ну, вот, например, изображение графика, применительно к заданным условиям. В тексте задачи описываются условия. Вот мы сейчас рассмотрим такого плана задачи. И нужно построить вот для этой ситуации требуемую графику или графику. Второе. Построение серии графиков один по другим на различных величин, на знаковых условиях. Ну, вот, как я уже говорила, да, ужинный лайк – это много-много величин, которые можно построить на графике друг по другу. И посмотреть, как они связаны друг по другу. Тоже можно попробовать. И таких задачи, возможно, придумать очень много, а они очень полезны. Ну, третий пункт – построение параметрических зависимостей и дополнение кусков. Лично мне нравятся такие задачи – давать качество дополнительного вопроса на экзамене. Например, когда попросили студента нарисовать график для какого-то одного значения параметра, он там скажет, да? Опять-таки, я люблю ютубные экзаменские примеры. А нарисуйте для другого значения добротность. Или для двух разных, для трех разных значения добротность. Вот так. Перевод заданного графика другим осям. Газовные цифры, процесс идеального газа, цифрические, прекрасное, прекрасное задание для этого. Указания о синтактических пределах на графике, если они имеются. Тоже можно придумать ряд таких задач. Добавление на графике образовывающей функции. Ну, здесь можно вспомнить, например, зависимость p от t в идеальном глазе. И то место этого графика, которое находится в везде абсолютно на нуля. Там пунктивное такое, или штриховое линия должна изображаться прямая. Вы должны помнить, что абсолютно ноль, и нельзя так смело втыкать именно в ноль. Добавление масштабной разметки. Много графиков требуют масштабной разметки, иначе они становятся неудобными и часто неправильными. Например, различные графики, которые описывают колебательные процессы, синусоиды, где должны быть показаны как горизонтальные, как вертикальные положения, масштабная разметка. Дальше задание может быть посвящено изображению знаменитых графиков. Есть ли альт графиков, которые учащиеся должны знать путьсу и изображать по няме. Ну, например, изобразите зависимость напряженности электрического поля точечного заряда от расстояния, зависимость от расстояния точечного людей до этого заряда. Знаменитый график учащиеся должны строить свою задумку. Экспертиза задуманного графика тоже хорошая задача. Показывают учащиеся неправильный график, и требуется найти ошибки и построить правильное. Использование графика для цели классификации. Но это тоже задание, например, связанное со запроцессовым идеальным графиком. И применение графика для решения обратной задачи. В принципе, для многих прямых задач можно придумать обратные задачи. Например, восстановить, что было отложено по осям. Есть график, ничего не написано, что мы отложены на осям. Чаще всего нужно догадаться по месту. Следующий вопрос. Ну и сейчас, в коробе того, что я сказала, мы рассмотрим два задания на состояние графика. И проанализируем возможные ошибки учащихся при их выполнении. Вот первое задание из механики. Построить один под другим графики зависимости от времени и следующих причин. Для металлического шарика, падающего на пол с высоты h без начальных скоростей. И перечисляем те величины, которые требуются построить. Высоты h от t, скорости v от t, ускорения а от t, потенциальной энергии, генетической энергии, генетической энергии, генетической а от t. У учащихся, как правило, это вызывает затруднения. Причем затруднений много. Сейчас мы посмотрим на результат решения этой задачи и посмотрим, какие, наверное, вы сами сейчас поймете, какие затруднения может вызвать получащееся решение такой задачи. Пожалуйста, следующее. Вот решение. Ну, если было бы побольше времени, можно было бы подробно рассказывать. Вы расследовать не можем. А? Ну, время-то мы как-то не можем ни усторить, ни заметить. Да. Вот. Вот. Вот такая сеть график должна быть построена. Ну, скажем, что, конечно, хроническая болезнь – это никто не ставит зону на перекрестке или почти никто. Обязательно найдут все, которые ненавижу, что отложено по осям. Ну, и, конечно, будут более серьезные проблемы. Сейчас посмотрим еще раз на эти графики. И следующий слайд, наверное, будет посвящен возможным ошибкам, да? Нет, следующий, следующий, а потом вернемся. Следующий, 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 следующий. Так. Вот пример возможных ошибок в задании первого, которое мы сейчас с вами смотрели. Вот. Смысловые противоречия между графиками. Один график не соответствует другому. Неправильный выбор знаков величин. Ведь для того, чтобы построить эти графики, необходимо фактически сначала решить задачу о попадании шарика. Не забыть о том, что это абсолютно грубий удар. Не забыть о том, что процесс не закончится после того, как шарик ударился об окон. Вот. Что он будет попрыгивать много раз, и при этом нужно учесть. Знаки величин, то, что часто делается с ошибками. Отсутствие предварительной разметки. Вот. Пожалуйста, верните. Можно вернуть серию графиков. Еще, 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 еще шарик. Вот. Отсутствие предварительной разметки. Вот здесь, то, что я говорила в начале доклада, совершенно необходима предварительная разметка, иначе графики расположены только относительно грубо, и это будет ошибка. Вот. Более того, это должно войти в хорошую привычку. Прежде чем рисовать графики, а рисуют так, значит, две палки и, значит, лично. Вот. Прежде чем рисовать график, необходимо продумать его, провести предварительную разметку. Спасет от других ошибок. Ну, еще, конечно, вот может быть ошибочная трактовка нормировки потенциальной энергии. Это вообще такое дело, темное, обычно. Может кто-то вспомнить о том, что нормировка потенциальной энергии проводится относительно бесконечности, или еще что-то в этом духе, и это приведет в ошибку. Ну, давайте разбудим еще одно задание. Следующий слайд, пожалуйста. Оно из раздела электричества. Тоже при вкажущейся по статье оно весьма непростое для учащихся. Вот требуется построить один по-другим графики в зависимости от координаты х точки наблюдения на загруженности поля и потенциалов и от х вот для такой системы заряженных пластины. Имеете три бесконечные пластины, ну или, во всяком случае, пластины больших размеров, зарядка которых плюс Q, минус 3Q, плюс 2Q. В целом, система электро-мутравия, суммарно говоря, отказанная. Вот. Для подсказки можно сразу указать пробировку потенциала. Потенциал, который пластины принимает равную нулю. Если хочется усложнить задание, то не надо это показывать. И требуется построить такие зависимости. Сейчас на следующем слайде мы видим результат решения этой задачи. Вот. Изображены пластины чуть поменьше, чем они были на пятом слайде. Скорбировка потенциала указана, каким образом появлена. И показаны графики зависимости E-X и F-X. Ну вот. Смотримся на этот график. И сейчас, насладившись и перейдем примером возможных ошибок к этому заданию. Следующие, пожалуйста, слайде. Примером возможных ошибок к заданию номер два. Ну, в данном случае уже на предварительном рисунке было указано, например, на номеровку потенциала. Если ее не указать, то велика вероятность сделать ошибку в выборе номеровки потенциала. Кто-то вспомнит, что номеровка производится относительно бесконечности, задание оставит нерешаемое. Ошибственность уроков утверждения о неналевом поле груди-проводящей пластины. И неправильное отражение этого неправильного факта на графике. Может быть нарушено условие потенциальности объема проводника в результатических случаях. Не у всех окажется, что потенциал груди-проводника будет равен константинам. И, конечно же, наличие противоречий между графиками. График потенциала будет в соответствии с графикой напряженности или наоборот. Или они расползутся, относительно к другому здесь. Еще раз хочу сказать о необходимости предварительной разведки. Верните, пожалуйста, график. Прежде чем строить график, необходимо указать местоположение пластин, привести вертикальные прямые. Это поможет избежать многих ошибок. Пожалуйста, дальше последний слайд. Таким образом, мы видим, что построение графиков, которые отражают взаимосвязи между физическими увеличениями, является весьма непростой задачей. Тем не менее, на график стоит потратить время. Остроение технологии изготовления графиков, особенно их серии, даст для учащихся одно и наиболее эффективных учебных средств при изучении физики. Спасибо за внимание. На этом первый доклад окончен. Вопросы потом, да нет? Но мы не обрастаем. Так, ну давайте вопрос тогда, если есть по этой части. Я думаю, что вторая часть, она будет, естественно, больше удастся. Ну давайте. Следующий доклад тех графторов называется «Азиатрических ресурсов графиков в курсе физики». Физик, как учебная дисциплина, дает в себе удивительное разнообразие средств, при помощи которых можно помочь учащимся развить свои способности. В число таких средств относятся и графики, которых так много в курсе физики. Вопрос о роли графиков сравнительно редко обсуждается в учебной литературе. Учащиеся обычно встречаются с так называемыми «готовыми графиками», теми, которые приготовили им автор-составитель учебников, пособий и задачи. Кухни изготовления графиков почти всегда остаются при этом за ботом разговора о том, что на эти графики представлены. А между тем, при любом отношении к графикам их можно было сделать своими самыми. «Тот, кто в примере физики научился понимать чужие графики и овладел искусством строения своих, имеет вот так объективное место в каждодневном управлении и решении многих задач, в том числе и детей». Пожалуйста, следующий слайд. Вот теперь мы рассмотрим теоретическую ресурсию графика. Ответим на вопрос, чему можно научить школьника, учащегося, решая задачи, связанные со строением графика. Графики – одно из важнейших познавательных средств при изучении физики. Их можно положить в основу лейтинговых оценок знаний учащихся на контрольных работах, на курсах и классных средств. В графике это можно сказать «вчерный полигон». Столь велико разнообразие случаев, когда они могут принести пользу. Понятно, огромное количество задач можно придумать. Более того, если использовать графики в виде задания, а не иллюстрации, они будут очень удобны для формирования учащихся привычки иметь собственное мнение. При наличии успехов на этой помощи они могут стать источником активизма. Чаще всего графики используются как способ представления информации. В этом своем качестве они выполняют другие методы. Например, в виде словесных пояснений таблиц диаграмм. Хорошо, когда учащиеся умеют читать графики. Пользуются информацией изображения на графике. Графики очень удобны для показа взаимосвязи. Вот мы увидели сейчас один пример в предыдущем докладе. Особенно удобны они в этом отношении в виде серии графиков, объединенных одним сюжетом. Как мы сейчас их наблюдали? Следующий слайд. Графики удобны для сравнения теорий с экспериментами. Они помогают видеть, например, насколько удачны работа модель, в рамках которой интерпретируют заключаемые зависимости. Тем же целям могут послужить поврешенности измеряемых величин, вставляемые на графике в виде соответствующей информатической зависимости. Более того, несмотря на свою статичность, графики могут показать, как протекает тот или иной процесс со временем. Примером могут служить характеристики волнового процесса в зависимости от времени в некоторой фиксированной точке. Можно показать генетику процесса. Вариативность показа зависимости – еще одна дидактическая достойность по графику. Его можно использовать, например, путем построения трехмерной графики. Тоже очень интересная задача. Ну и последний. Один из главнейших принципов построения образовательной курса физики – принцип простоты. От простого к сложному. Графики предлагают великое множество сделать сложное областное. Пожалуйста, следующий слайд. Сейчас, на примере двух заданий, очевидных, мы увидим конкретную дидактическую пользу графику. Вот можно предложить учащимся два таких задания. Первое задание. Построить фигурный саду, семидричный относительно оси и среди. Для случая соотношения частот, америки, 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 2, 3, 3, 4, 5, 8. А второе задание возьмем из раздела электричества. Это, как в первом докладе я узнала, строение графика применительно в конкретной ситуации. Вот описывается ситуация. Цепь постоянного тока представляет собой источник с ЭДС и внутренним сопротивлением Р, в клевом которого соединены внешние сопротивления Р большого. Источник токов глибанический элемент в виде двух пластин из разных металлов, вооруженных в раздорку сладок. Клевомцы изобразили график зависимости потенциала точки цепи от ее координаты И, отсчитываемого от некоторого уровня начала, вдоль направления откуда цепи. Условивается радио простоты и определенности, что сопротивления Р большого и Р малой распределены в цепи и слена полимейной плоскости Ро Африи на всем ее протяжении, льной или большой. Вот, к сожалению, на этом компьютере не оказалось такого шрифта, как у меня, поэтому ЭДС здесь не совсем такая, как она должна быть, и хулиненькая, и пудяло, и опрямая. Но вот будем знать, что это ЭДС. Вот результат выполнения первого задания. Здесь обложены фигуры с ножом для требуемого соотношения часов. Сейчас я предлагаю посмотреть на этот график, а я расскажу про статистическую пользу, которую может извлечь учащийся в результате выполнения этого задания. Что нового можно узнать? Во-первых, можно научить устроить всю губль сожжу от руки. Само по себе отдельная задача, где можно указать отдельный сюжет. Сейчас я это делать не буду. Более того, учащийся поймет, что фигурли сожжу – это траектория точки, в которой участвуют одновременно в двух взаимных великулярных колебаниях. Можно увидеть также, что с помощью фигурли сожжу можно определить соотношение частот колебаний. Более того, на основе фигурли сожжу можно спорминировать как принимать задачу, так и обратно. Можно потренироваться с учащимися рисовать фигурли сожжу, а можно предложить им готовый фигурли сожжу и предложить определить их помощью соотношения частот колебаний. Хорошая полезная задача, очень приятная. И более того, учащийся познакомиться с примерами цифрического процесса, фигурли сожжу и цифрического процесса. Теперь перейдем к следующему заданию, я еще раз, наверное, его спекулирую. Вот цепь постоянного тока, у которой УДС Р мало известен. Вот представляет собой такую конструкцию. Вливанический элемент требуется построить график зависимости потенциала точки цепи в зависимости от координат. Вдольное направление обхода. Вот результат решения этой задачи. Здесь изображен логический элемент, изображен график Fiat L. Ну, опять отсутствует шрифт. ЭДС-1 и ЭДС-2 нарисованы вот таким образом. Что нового может узнать учащийся из выполнения этой небольшой задачки? Какая дидактическая польза будет извлечена? Ну, во-первых, учащийся узнает, что в случае геронического элемента сторонние силы реализованы места протекания химических реакций. Там, где находятся пластины. Второе. Учащийся поймет в результате выполнения этого задания, что для нормировки потенциала может быть выбрана любая точка цепи, где нет сторонних сил. Ну, вот здесь выбрана такая точка. Всего успеха можно было выбрать любую другую и построить график. Более того, учащийся станет ясно, что слагаемое, которое называется падение напряжения, имеется на любом участке цепи, по которому течет ток. И еще можно будет увидеть результат выполнения этого задания и понять, что сумма падения напряжения во всякой цепи и сумма скачков УДС, которые здесь в оборудовании в пластинах, равны тут. Вот такие две, казалось бы, маленькие задачки. Оказывается, что из них можно узнать массу нового о таких вещах, которых, может быть, без этой задачки ученик никогда не слезнет. Следующий слайд. Следующий. Следующий слайд. Как видно из приведенных примеров, с помощью графиков удается познакомить учащихся с довольно сложными, истинными, выходящими порой за пределы школьного курса физики. Ну, собственно, все по второму докладу. Есть? Да, да. Добавляю вот эти разные задания про графику. Вы акцентируете внимание на то, в каком действительной операции некоторые из этих заданий, некоторые из них связаны с какими операциями? Ну, не все, конечно, задания связаны с мыслительной операцией, но в некотором просто построении графикности, вот, чтение, а вот, 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 там задания на классификацию, на анализ, на сравнение. Ну, вы почерпываете этот момент, или так, не могло в этом? Ну, мы акцентируем внимание при выполнении таких заданий, наверное, не на то, какая конкретно действительная операция сопровождая тот или иной этап строения график. Вот. А на то, каким образом строить графики, и что в них надо видеть. Вот. Ну, я хочу сказать, что это интересная идея, то, что вы сейчас сказали. Угу. Спасибо. 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 Ну, несмотря на то, что нас не очень много, но мне кажется, мы довольно плодотворно провели время. Во всяком случае, я для себя узнал много интересного мысли, так сказать, есть о чем подумать. Ну, а теперь я приглашаю всех посмотреть, что же творится на теле-мосте с центром. Это нужно подняться наверх и налево. Там, где выставки, будет вход в центральную физическую аудиторию.